Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Яга. Пойдет ли он туда, куда я его послала? Золотое яблоко сделай то, о чем просит царь. Единственный выход это отправиться на пашню. В какой день начинается его странствие? Так, в субботу враги наиболее ослаблены у нас получается. Так, во вторник я буду себя чувствовать везучим, а в пятницу хороший день, чтобы разбогатеть. Слушай, я пойду наверное в субботу. Враги будут слабые и это мне на руку. Принятие решений, связанных с вами лично, увеличивает ваше невезение. Он отправился в сельские угодья. Что ты можешь сказать об этом месте? Поля под солнцем, день, тепло. Крестьяне косят здесь пшеницу. Ну а теперь здесь снова зло. Безмозглых тварей вереница. Они берут что захотят. Пищу людей, как саранча. А на их троне восседал. Тщеславный вражеский вассал. Охвачен диким он желанием. И не под властью на желанием. За яблоком пришел Иван. В торгах или в силе был сей план. Хм, интересно. Какой-то там, ребята, чудик. Воссал гигантский. Так, суббота. Невыносимая жара. Да, Иван, я с тобой полностью согласен. Ну что, а... Воу. Так, тихо. С этими ребятами. Надо быть поаккуратнее. Кто это такие вообще? Я даже не могу понять. Музыка как раз подходящая для боевки. Давай, ребята. Да что ж они такие крепкие-то? Эй. Ребятули. Успокоились быстро. По крайней мере, одного мы убрали. Так, а этот у нас камни бросает, да? Ну. Да что ж такое-то? Есть. Подбили. Отлично. Справились. Ну, ребят, здесь у нас закольцованность. Так что мы идем далее. Так. Идол, да, у нас очередной? Каменный алтарь, посвященный щедрому богу. Да, значит, богу. Хм. Давай помолимся, наверное. Что это лежит на земле? Воцарилась тишина. Какая-то стрекоза. Точно стрекоза, ребят. Воцарилась тишина. Ванюша, скажи-ка мне, зачем нам стрекоза? О, сундучок. Это, кстати, хорошо. Дай, пожалуйста, денег, побольше. Забираем это все. Окровавленный ботинок и родниковая вода. Я думаю, что это все у нас нужно для крафта. Звездочка. О, смотрите-ка. Крестьяне попадаются мне. Ты принес вести о его смерти? Кто? О ком мы говорим? Подожди, а ты не разбойник? Ну так что, ты расскажешь, что стряслось с нашим сыном или нет? Хе-хе-хе. Я не разбойник. Я не разбойник, и ваш сын, по слухам, попал в беду. Позвольте вам помочь. У нас произошла ссора с младшим сыном, после чего он сбежал. Он хотел вступить в разбойничью шайку, которая бесчинствует в этих краях. Однако они его связали, спрятали и заявили, что скажут нам, где он находится только за 200 копеек. Так, семья наша бедная, и мы едва наскребли половину суммы. Хм, интересно. Так, давай-ка досвершится правосудие. Они получат заслуженное наказание, а ваш сын вернется домой. Делай, что собрался, но сообщи нам, что случилось с сыном. Иди на восток, и вскоре наткнешься на привал разбойников. На восток? Не знаю, ребят, куда мне нужно идти, но я буду... Опа! Ага, а не эти разбойнички? Хе-хе, скорее всего. Что делаешь в наших местах, кузнец? Разве не знаешь, что неподалеку рыщут разбойники? Так, ээ... Я не намерен торговаться с разбойниками. Скажите, где мальчишка, если хотите избежать моего гнева? Ты вроде неплохой кузнец. Как насчет такой идеи? Мальчик привязан к большому дубу у речной излучины. Мы сразимся за него. Я согласен. Я не трус. Если вы не хотите отпустить мальчишку добром, так тому и быть. Ну что, ребята, понеслась махача у нас. Так, надо почаще уворачиваться, и все будет тип-топ у нас. Да хорош свои топорики метать уже достал, а. Хе-хе-хе. Так, ну что они такие живучие-то? Упадет кто-нибудь из вас первый? Так, один минус. Остается только лишь двое. Мне бы еще попадать бы по ним. Последний. Изи. Тут по-другому не назвать. Ну что, ребята, с разбойниками мы справились, да? Теперь остается сказать об этом крестьянам. Я надеюсь, мне не нужно будет искать сына где-то там у речной излучины. А он сам там найдется? Ну-ка проверим. Ты его нашел? С разбойниками покончено. Он привязан к дубу в речной излучине. Благослови тебя, бог кузнец. Чем мы можем тебя отблагодарить? Хм. Мне не нужно золото. Пожелайте удачи. Этого достаточно. Благослови тебя, бог кузнец. Да и сопутствует тебе удача в пути. Благословение медленно мне копит невезение. Я вот, ребята, не могу понять, почему так происходит, а? Так, очередная махача. Как меня вот достает, ребята? Вот это вот пугало, я прям не могу. Еще тут столько шерчней. Так, давай-ка вот так будем потихонечку разбираться с ними. Да отвяньте вы от меня. Целый рой за мной летит. Ага. Одно пугало мы уничтожили. Уже будет полегче. Да чтоб тебя, а. Отлично. Так, пугало, по-моему, идет... Нет, оно не идет. Оно что-то там бегает, мельтешит. Свои копья бросает. Ну, пора с ним разобраться. Так. Отлично. На изи. По-другому не назвать. Да, ребят, замедление. Это проклятие. Этого пугала. Так, что у нас тут? Хлеб. Хлебушек. Да, ребят, нужно нам с вами как-то подкрепиться. Снарядить. Так, а это у нас... Ага. Восстановить всю выносливость. Слушай, подожди, ребят, а как нам использовать хлеб? Я так понимаю, мы его можем как-то скушать. А вот как это сделать? Какая кнопка? Блин, ребят, я не пойму. Какая кнопка для того, чтобы использовать мне хлеб? Он же не просто так здесь дан. Хе. Двоечка. Или Зе. Что это? Я не могу понять. А, это, наверное, всего два хлеба. Вот. Понял. Ну что, здоровье поправили себе. Продолжаем наш путь. Что это там за весы у нас впереди? Оу, тут торговец есть. Это хорошо. Приветствую. Не хочешь ли купить обереги? Ну, в принципе, я не против. Только если у меня деньги. Вот что я могу сегодня предложить. Сырой стейк. Иногда чудище злятся, когда видят вас. Заставляет врагов кровоточить на некоторое время. И мы можем двигаться быстрее. Давайте возьмем, да? Денег вроде бы хватает. Прекрасно. Куриное крыло мы с вами приобрели. Хм, оберег. Опять сейчас будет махача. Чувствую. Да, 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 да. Ваше невезение растет. Но вы учитесь быстрее. Так. Слушай, что это тут за маразматики такие бегают, а? Я думал, что это ребята крысы. Но, по-моему, это какая-то другая тварь. Но какая, пока непонятно мне. Энциклопедии здесь, по-моему, нету. А вот то, что невезение растет, это, конечно, фиговенько. Так. Будем юлить. Так, тут еще один на шерчине у нас остался. Который... А, нет, еще один он там летает. Ну, пугало... Ну, что ж ты такой вредный, а? Я не понимаю. Кто его придумал, а? Это пугало огородное. Хе-хе-хе. В общем, здесь я впустую подрался. Здесь ничего нету. Тупиковое, как говорится, место. Здесь тоже ничегошеньки. Ладно. Давайте тогда с вами... Идти туда, где не были. Вниз, вниз. Вот у нас там затемнение, кстати. Так, давайте-ка, ребята, я... Вы можете двигаться намного быстрее. Отлично. Так. Ускорение на короткое время, да? При убийстве врага. Слушай, я думаю, это оптимально будет у нас. Вы заметили... Быстроту? Я что-то не очень. Так, ладно. Давай смотреть. Опять драка будет. Как только я вижу этот кувшин, я сразу подозреваю. Именно про драку. Другого и быть не может. Тут главное уворачиваться, да? Побольше. Ну, естественно, не стоять на месте. Тогда будет все тип-топ. Так, лихо меня выследило. Ребята, вот это вот, когда невезение у тебя копится, да? Фиолетовая полосочка. Тебя вот так вот обнаруживает лихо и ломает тебе оружие. Кроме стандартного, которое у тебя есть в инвентаре. Давайте его, наверное, сейчас поставим. Потому что, ну, без молота это вообще никуда не годится. Я их буду тут до посинения бомбить. Так, ладно. Минус. Шикарненько. Слушай, меня здесь раздражает вот в данный момент именно это пугало. Оно бросает свои проклятые копья, да? Там замедление. Потом, по-моему, отравление. Два вида проклятий. Давай бегать. Юлить. И шерчни, которые меня преследуют один за другим. От этого пугала никуда не спрятаться. Оно тебя везде видит. Везде достанет своими копьями. Ха-ха-ха. Так, тихо-тихо-тихо. Не подставляемся, ребятули. Не подставляемся. Ну, отлично. Все, как только пугало убили, сразу спокойно становится. Так, части тела. Так, у нас с вами родниковая вода. Ну, я не знаю даже. Чтобы ум стал острее. Так, вот этот клевер, если съешь, да, ребята? У тебя отступает невезение. То есть, обнуляется шкала. Поехали. Так, здесь нам делать нечего. Поэтому будем с вами двигаться вниз. Опять дракать. Да, елки-палки. Сколько же тут драться-то приходится. На. Ха-ха-ха. Ну, минус. Так, шерча. Ну, по крайней мере, здесь нет этого пугала. А уж с этими охламонами я разберусь на ура. Единственное, что вот я повесил на себя, ребята, вот эти вот обереги, да? На ускорение, там еще на что-то. Я не вижу никакой прибавки в скорости. Вот, серьезно тебе говорю. Ну, иди сюда, что ты там бегаешь? Отлично. Прекрасный драгоценный камень. Все, я понял. Я опять же сюда зря шел. Опять тупик. Погоди-ка секунду. А куда нам тогда с вами выдвигаться? Хм. Ага, вот сюда. Так, что тут у нас? Хе-хе. Проваливай, толстяк. Не надо подарков, человек. Так, одурачить их. Попробуем? Или вопросы? Не, лучше одурачить. Как вы посмели похитить отца семерых детей, а не ищет его на другом поле? Дети? Семеро? Найти ихних, из них подарок быть получше? Хе-хе-хе. Так легко? Бедолага. Че это за чувак там стоит, ребята? Я помогу тебе выйти из клетки. Деревянные прутья исчезли. Предо мной открылся путь к свободе. Правда, свобода это всего лишь еще одна клетка. Только без прутьев. Хм. Ну, давай вот так вот. Я тебе помог, а теперь мне нужна твоя помощь. Мне уже никто не поможет. Только мои близкие. Но их больше нет. Это безумец какой-то. Чего ты хочешь? Что с тобой стряслось? Как ты сюда попал? Я ищу их, все время ищу, но уже никогда не найду. Они все еще здесь, но для меня навсегда потеряны. Это о чем он? Пожалуйста, не спрашивай о них. Что еще? Я ищу то, что уже никогда не смогу найти. Хм. Ты слышал, что говорили твои тюремщики? Да, они шептались об отце и яблоке. Он ждет, когда яблоко почти поглотит солнце. Звучало бредово. Что еще? Я ищу то, что уже никогда не смогу найти. Ты меня достал, парень. Ну, что тут еще? По-моему, все. Давай, наверное, выберем с вами... Третье. Тебе нужно отдохнуть. Иди домой и отдохни. Ты слишком много переживаешь. Мой дом там, где душа. А душа потеряна. И? И все на этом, что ли? Прошу, уходи. Ладно, как скажешь. Хм. А в чем тогда был смысл? О-оу. Ребята. Я что-то перехотел туда идти. Вы видели? Там громила стоял. Ладно, давайте быстренько с вами пробежимся. Может быть, где-то что-то упустили. Так, где мы с вами были, а где не были? Я уже все забыл. Так, тут у нас обелиск. Ага, вот, смотрите, видите, наверху я здесь не был. Опять драка? Опять пугало. Как ты меня нервируешь. Не могу прямо, а? Самый сейчас вредный противник для меня это пугало. А, кстати, вот эти вот чудики, которые бегали, да? Помните, я которых не мог понять, кто они? Это, оказывается, полевики. Какие-то странные, да? Монстрики, полевики. По крайней мере, нам безумица об этом сказал. Так, ну что, здесь мы с вами все прорыскали. Это, по-моему, у нас самое начало, да? Откуда мы начинали. Слушай, по всей видимости, вот наверху я еще вижу затемнение. Не знаю, может быть, туда пройтись? В это, в правую сторону. А, погоди-ка, тут мы с вами, да, разбойников укокошили. Ну, все, получается, нам только вниз идти к этому громиле. Я что-то чувствую, что это, ребята, будет босс. Ох, босера. Ну что, выбор у нас невелик. Хотим мы этого или нет, но нам придется с ним драться. Знаешь, в чем проблема? В том, что у меня, по-моему, хлеба нету. Угу. У меня только горячие камни и стрекоза. Понял я теперь, что она делает. Это все в крафт пойдет у нас в скором времени. А вот то, что хлеба нет, это плохо на самом деле. Надеюсь, получится у меня с ним справиться. Телегу сломали. Хе-хе. Ты заблудился, жирный коротышка? Я по государеву делу. Мне нужно найти золотое яблоко. Сдается мне... Ты знаешь, где оно? Нет, 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 кузнец. Нельзя приближаться к яблоку, пожирающему солнце. Возвращайся к своему глупому государю. Так, предлагаю сделку. На что ты готов обменять яблоко? Может быть, у меня это есть? Мне нужно яблоко. Яблоко – это награда за любовь. За что? Полудница заслуживает щедрого подарка. Я приготовил вкусное мясо. А с яблоком подарок станет еще лучше. Угу. Так, давай-ка, наверное, четвертый вариант. Разве мы не можем договориться без драки? Давай поступим по-другому. Старейшина Полевик. Ни один человек не знает, как выглядит яблоко. Я дам тебе поддельное яблоко. Бери подделку и уходи. Не то умрешь. Так, мне это не подходит. Я должен принести настоящие яблоко силы. На уловки я не пойду. Тупой жердяй. Я убью тебя, негодяй. Опа. Нифига ты псих. А ну-ка. Блин, у меня... А, у меня и молот-то... Фиговенький. Е-пасе-те. Так, откуда ты тут взялась? Я не понял. Ты смотри, что он делает. Он в меня пинает какие-то комки. Так, ну... Слушай, ребята, по-моему, все хорошо. Мы его быстренько заколбасим. По крайней мере... Я смотрю, здоровье у него быстренько отнимается. Но он псих. Ты посмотрите, чего он состоит, ребята. И скос серпов. Полевик мне тоже. Старейшина. О! То, что он своих давит, это уже плюс. Ребята, вы поняли, что он делает? Он бросает вот эти комки. А в комках как раз вот эти вот полевики. Давай, давай, давай. Дави своих же полевиков. А я займусь уже тобой. Черт, я не могу, ребята, подойти к нему, понимаешь? Мне нужно его бить, а он все время бежит. И мне его догнать не получается. Ага, достал я его. Тихо, тихо, тихо. Такой дурик, а? Так, подожди. Блин, ну, в любом случае, ребят, вплотную к нему лучше не подходить. Я так понимаю, да? Он, наверное, звездонет, мало не покажется. Буду бегать. Лучше аккуратненько. Причем, не забудьте, у меня нету яблок, ой, яблок, хлеба. Здоровье я себе восстановить не смогу. Поэтому будем аккуратненько с вами действовать. Правда, очень много вот этой всякой шалупени он тут вызвал. Но он помогает мне. Он ее давит. Так, ага, хорошо. Ну, давай ты, елки-поки. Тихо, нифига он. Я о чем говорил, лучше к нему не подходить. Он машет своими этими косами, серпами. Я думаю, урон будет нехилый. Блин, у меня еще молоток так летит. Маленько. Подальше бы, было бы вообще изи. И мне приходится с этими полевками справляться еще. Ну, давай. Да чтоб тебя попал. Давай, 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 давай. Вот охота, знаешь, какую-нибудь подсечку сделать, чтобы он упал. И в этот момент его просто бамби. Не тут-то было, парень. Я уже, в принципе, ребята, что такое? Ого. Ты смотри, что он делает. Ребята, у него вторая фаза началась. У него морда красная стала. Да успокойся ты, он бегает без остановки теперь. А нет. Пинает все еще своих этих охламонов. Тихо, тихо, тихо. Это опасно сейчас было. Ты посмотри, как он размышевался-то. Ё-моё. Да. Блин, ребята, он меня немножко саданул, да, все-таки? У меня 114 хп вместо 120. 87. Слушай, слушай, слушай. Потише, парень. Блин, ему осталось там один удар нанести. Что за дела? Так. Ну, он сейчас убьет сам себя. Да, ребята, он врезался. Заорал и убежал. Так, а у нас здесь полевик. Все, по-моему, да? Использование магических предметов увеличивает ваше невезение. Слушай, подожди, а где яблоко? Так, ты здесь что делаешь, а? Охламонка. Я подбил босса. По идее, он должен был дать мне яблоко. Где оно? Так, ладно, сейчас попробую эту чувырлу бомбануть. Секунду, я не понял. В чем прикол? Босяра убежал. Ну-ка. Прошу, уходи. Это все без изменений, да, у нас осталось? Да, ребята, как-то тут непонятно. По идее, должен убить босса, и мне должно достаться яблоко. Потому что оно у него было. Его здесь нигде нету. Оно не валяется. Будем надеяться, что это никакой не глюк. А-а-а, вот оно. Ха. Молодец, Иван. У тебя есть яблоко. Это ли ты искал? У тебя настоящее яблоко. Это здорово. Лучше и не может быть. Но готов ли ты на тарелку его положить? Дорогой мой Иван, просьбу исполни одну для меня. Отдай ты мне яблоко, что у тебя. Не переживай. Я не оставлю тебя умирать. Тебе придется лишь немного соврать. Это мой тебе подарок. Яблоко полностью золоченое. Можешь оставить его себе, и не важно, как ты поступишь с тем, что у тебя уже есть. Но попрошу, Иван, я тебя здесь и сейчас. Кузнец мой, милок, настоящее яблоко. Мне ты отдашь? Хм. Давай, наверное, третье. Я думаю, это оптимальное, да? И настоящее позолоченное оставлю себе я. В конце концов, моя жизнь зависит от меня. Поступай, как знаешь, оставь себе их впрок. Но, сделав неверный выбор, постигнет тебе злой рок. Прощай, Иван, а мне пора идти. Ведь многим предстоит меня найти. По велению или по твоему хотению, мы увидимся снова. Но помни, царь твой не хозяин своего слова. Понятно. Так, ребят, у меня получается два яблока, да? Оригинальное и позолоченное. Судьба Ивана зависит от его выбора. Чему научился Иван? Никто не может идти против добродетели. Помоги мне помочь вам. Деньги это сила. Больше денег, больше урона. Во! Это то, что нужно для меня. Ну что, получается, что мы с вами должны идти к королю. Потому что яблочко мы достали. Ну и сделаем себе нормальный молот. Потому что, ну, я не хочу бегать с этой ерундой. Я еле босса, как говорится, запинал этим молотом. Это самый начальный. А нам нужно сделать что-нибудь покруче. А вот что нам поставить? Какой ингредиент? Все на урон практически. Так, прочнее инструмент. Заставляет врагов подойти. Кровоточить. Так, уменьшает невезение при ударе. Уронить копейку враг может. Слушай, я не знаю. Давай, наверное, угря поставим. Все-таки небольшой шанс оглушить врага. Я думаю, это будет нам самое то. Так, посмотрим, молот поменяется или нет. Ага, молот дальней досягаемости. И, конечно, хотелось бы мне как-то кузницу нашу прокачать. На самом деле. Но не хватает у меня руды для этого дела. Ну что же. Давай, поехали. У него есть яблоко. Пора возвращаться. Яблоко в руках Ивана. Он чувствует исходящую от него силу. Он направляется обратно в деревню. Естественно. К царю. Прямиком. С поклоном. Надеюсь, он это оценит. Так. Ну что, ребятушки. Пойду я, наверное, быстренько себе сварганю кофейку. И обязательно продолжим дальше. Ну что, друзья. Продолжаем. Так. Нам нужно идти к королю. Погоди-ка. У нас тут новые персонажи появились. Кажется, крестьянин крепко спит. Храпуна дает, а? Дамочка. Кузнец, должно быть, я схожу с ума. Чего бы это? У меня два мужа. Смотри сам. В плане. Что? Ты о чем? Они похожи, как две капли воды. Разве ты не видишь? Может, это наш домовой дурачится? Не хотел бы я его разозлить. Ох, горе мне. Ха, точно. Один спит, другой подметает. Ха. Понятно, этот спит. Разбудить. Давай-ка попробуем. Просыпайся, твоему трюкачеству пришел конец. А он храпуна дает. Хм. Слушай, я не хочу ударять. Давай-ка мы вот с этим поговорим. Приветствую тебя, кузнец. Что привело тебя в наш милый дом? Приветствую. Но кто ты в самом деле? Как, кузнец? Ты не узнал своего соседа? Я знаю, кто ты домовой. Эти проказы, которые ты устраиваешь... Что-что? Прекрати этот бред. Ты в порядке, кузнец? Возможно, ты существуешь тогда. Тогда кто тот, кто спит? Непонятно. Слушайте, какая-то загадочка здесь у нас новая появилась. Ладно, давайте мы, наверное, с вами разберемся с яблоком. Я надеюсь, царь будет очень доволен. Кузнец, ты где? Как ты посмел? Я приказал тебе уйти. Хм, давай так. Задание выполнено, мой государь. Как? Где ты нашел силушку богатырскую? Действительно ли она есть на белом свете? И ее можно передать? Золотое яблоко. Кто его в руки возьмет, тот получит силушку богатырскую. Попробуй сам и увидишь. Докажи это. Дай мне это яблоко. Сию минуту. Слушай, давай отдадим ему... Подделку. Вдруг прокатит, а? А если не прокатит? Я не хочу отдавать ему оригинал. Не хочу. Возьми это яблоко, царь. Ты почувствуешь его силу. Ну что ты нюхаешь его? Давай уже кусай. Сейчас мне конец будет, наверное. Видишь, это просто яблоко. Возможно, оно золотое, но оно не обладает больше никакой ценностью. Подожди. Я что-то чувствую. Я обрел силу. Я действительно ощущаю эту силу. Про себя. Ну, проклятие. Про себя. Иван, ты прекрасно справился с заданием, но у меня есть для тебя новое. Ты должен отправиться за тренировать земель, найти сосуд с молодильной водой и принести его мне скорее. Ты хочешь, чтобы я принес тебе молодость? Молодость нельзя передать. И все же выполняй повеление своего царя. Принеси молодость или покинь это царство навсегда. Отправляйся и не возвращайся без сосуда с молодильной водой. Или не сносить тебе головы. Отправляйся головой! Вот тупырь! А ведь баба Яга говорила, да? Что не хозяин он своего слова. Не хозяин. Да? Яга мудрая. Тут не поспоришь. М? Иван, мальчик мой. Этот проклятый царь, ты сделал все, что он просил, а он снова отсылает моего мальчика вместо того, чтобы искать жену. Ты снова пойдешь к бабе Яге? Пойду, но какие подарки нужно ей принести? Хм, она не любит, когда ей приносят один и тот же подарок дважды. Помню, кто-то говорил мне, да, отнеси ей хвост белой коровы и мешок испорченного зерна. Хм. Ты думаешь, пастух просто так отдаст мне хвост своей коровы? За спрос денег не берут. Ваня, ты найдешь его в загоне для коров, он бывает там целый день. Испорченное зерно всегда выбрасывают, где я найду целый мешок. Поговори с косарем, я слышала, она кляла ведьмака за порчу ее урожая. Это как раз то, что тебе нужно. Ага. Бабуля, спасибо тебе за совет. Возьми эти подарки и возвращайся к бабе Яге, она поможет тебе. Возьми еще этот хлеб. После всех этих путешествий от тебя остались только кожа до кости. О, тебя искал гробовщик, пойди поговори с ним. Будь осторожен, не заблудись на болотах. А как проголодаешься, возвращайся домой. И помни, Иван, присматривай себе жену. Я так хочу увидеть, как мой милый мальчик женится. Ну, насчет кожа до кости я бы тут поспорил. Я до сих пор еще в самом соку. Пухленький, полненький, бодренький, веселенький. Так, ну что, ребята, мне нужно найти гробовщика. Ага. А тут у нас еще и с коровой что-то, да, там замешано. Я разорен. Это деревня проклята. Я проклят. Что здесь произошло? Какая-то подлая тварь забила всех моих коров, пощадив лишь одну, самую маленькую и мою самую любимую. Иван, ты сильный, умоляю тебя. Найди ее, пока не поздно. Без нее я обречен на смерть. У меня больше ничего не осталось. Хм. Где твоя белая корова? Она убежала. Мой белый луч солнца. Самая белая корова, которую я когда-либо видел. Чудище угнало ее. Что бы это ни было, оно отправилось за ней в лес. Иван, ты сильный, умоляю тебя. Найди ее, пока не поздно. Без нее я обречен на смерть. У меня больше ничего не осталось. Хм. Старик, возьми себя в руки. Я сейчас же отправляюсь в путь. Верни мне мою белую красавицу. Света, чей моих? Прошу, поспеши. Так, ну что, получили мы с вами еще одно задание. У нас тут малец. Кузнец, скажи мне, кто твой хозяин? Добродушный зеленый император или гадкий красный император? Ну, пускай будет зеленый. Зеленый император мой единственный истинный вассал. Тогда от его имени приказываю тебе изготовить одну тысячу мечей для предстоящей битвы. Конечно, после чего я заберу эту крышку гроба, которую ты украл. Эй, это был мост нашего замка. Хм. Уже нет. Я должен вернуть его законному владельцу. А владелец у нас это труп, который стоит на кладбище. Да-да, именно этот. Василий. Почему мертвецу просто не оставаться мертвым? Кажется, это твое. Моя крышка. Скажи правду, сосед. Ты украл ее? Эти дети играли с ней? Ты же знаешь, какие они эти дети. И какое у них воображение. Дети! Я дам им кое-что. Пусть тогда воображает. Они узнают, каково это не спать. Ха, то есть он будет их пугать теперь. Слушай, может быть я зря детей подставил? Деревня алчных воров. Все до одного. Убирайся прочь! Ага. Он еще и на меня разозлился. Вдова. Что с ним случилось? Лесник нашел его рядом с деревьями, лежащим в луже крови. Проклятые воры. Может быть я могу чем-то помочь? Любезно с твоей стороны предложить помощь. Возможно, мое старое жерелье. Я отдала ему, чтобы оно его оберегало. Но его не было на нем. Когда привезли тело, не мог бы ты найти его. Хм. Где он погиб? В лесу. Он ходил туда при каждой возможности, в поисках цветущего папоротника. Цветущий папоротник? Но всем же известно, что это вымесел. Он верил в это. Попробую поискать его. Если буду там. У меня не так много денег, но я думаю, как мне тебя отблагодарить, если тебе удастся его найти. Прошу тебя, Иван, найди ожерелье. Ты же знаешь, что он был хорошим человеком. Прощай. Квест начался. Еще одно задание получили. Елки-то палки. Уже три задания, да, у меня? Сосуд молодости. Так, с коровой. Так, гробовщик. Скажи, парнишка, ты не заметил, что как-то здесь слишком тихо в последнее время? Компашка наших любимых болтливых пьянчух, обитающих рядом с таверной, видели, как они разбрелись по лесу. Но уже несколько дней прошло, и это наводит на дурные мысли. Ну что же, значит, я отправляюсь в лес. Не так быстро, парнишка. Я бы готовился к худшему. Возьми это. Если их судьба уже окончательно решена, что же? Тогда ты знаешь, что нужно делать. Так, что мы на этот раз с вами сварганим? Ммм, лопата? Сделай кое-что, прежде чем ты отправишься. Ступай к священнику и проси его благословить себя. Бог в помощь, парень. Хорошо. Пойдем. Попросим. Кузнец, не хочешь ли ты перед уходом получить благословение? Хочу. Мне надо похоронить погибших в лесу. Я помогу тебе, кузнец. Разумеется, за небольшое пожертвование. А вот жулик, а. Ну давай, пять копеек дадим тебе. У меня больше нету, просто-напросто. Боюсь, мне особо нечего предложить. Вот. Иди и продолжай служить Богу, кузнец. И все? Это я так получил благословение? Иван, дорогой, горе настигло меня. Кто-то выкосил всю мою пшеницу от края до края. Это ужасное знамение, кузнец. Я сразу же убежала, как только увидела это. Теперь очень боюсь оставаться здесь. Угу. Кто мог это сделать? С приходом этого грязного ведьмака в наших краях поселилась беда. Буюсь об заклады. Это он во всем виноват. Хм. Я уже собрал несколько мешков, но оно теперь бесполезно. А что? Тебе нужно? Да, только один мешок, этого будет достаточно. Давай договоримся, ты найдешь виновника, и я дам тебе три мешка испорченного зерна. Хм. Неплохая сделка. Где сейчас этот ведьмак? Иван, это лишь одному Богу известно. Возможно, он все еще в полях. Я слишком напуган, чтобы противостоять ему. Говорят, что он могущественный колдун. Будь осторожен. Ёлки-палки, еще задание получили. Хе. Что-то я слишком много нахапал. Приветствую. Не хочешь ли купить обереги? Ну, давай посмотрим. Вот что я могу сегодня предложить. Ага, посмотрели. У меня с деньгами, ребята, проблема очень большая. Вы можете двигаться быстрее. Это все у меня есть. А вот наносит вдвое больше урона. Это, конечно, хорошо. Но 150 золотых. Ой, копеек. У меня нет таких денег. Так, вот тут что за загадка все-таки? Я не могу понять. Но это понятно, что он спит. Давай ударим. Просыпайся, жулик. Что-что? Наверное, ветер. И опять спит. Не подействовало. Да, парень крепко спит. Оу. Я так и знал. Мой любимый муженек вечно такой лентяй. И я возьму вот это кузнец. Вот, пригодится тебе, мой дорогой. Прощай. А вон, ребята, и этот. Ха, домовой. Ха-ха. Ты развеселил меня, кузнец. Понятно. Просто, ребята, я разгадал загадку. Я чувачка хотел разбудить, но он не встал. И жена сказала, что да, мой муж такой лентяй, что его ничего не разбудит. Поэтому домовому просто пришлось принять обратно свой облик. Наконец-то я научился смотреть на вещи проще. Благодарю, Иван. Да не за что, косарь. Рад был помочь. Я думаю, в принципе, можно выходить. Хотя, подожди секунду. Дай-ка я еще сделаю такой круг почета перед выходом. Может быть, что-нибудь да увидим. Нет, абсолютно ничего. Никаких заданий здесь больше нету. Ну, погнали. Так, попробуем, наверное, смастерить себе какой-нибудь еще хороший молот. Посмотрим, ребята, что у нас с вами есть. Уронить копейку. Больше боли. Прочнее инструмент будет. Давай сделаем. Бронзовая руда. Выбираем. Создаем. Ну и посмотрим, что у нас получится. Да, я думаю, что он будет такой же, как и первый молот, который мы скрафтили. Молот дальней досягаемости. Ну, в принципе, так оно и есть. Так, дай-ка я гляну. Этот у нас, молот, ребята, прочный. Да? Да, получается прочный. А этот может оглушать. Хм. Давай, наверное, который может оглушать. Ну и отправляемся с вами. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Ага, задание. В лесу пропали три пьяницы. Иван собирается найти их, прежде чем случится какая-нибудь беда. Урожай жнеца испорчен. Иван направляется в пашиные земли, чтобы выяснить, в чем дело. Иван должен найти для тебя новые подарки. В деревне пшеничницы. И пастуха есть то, что нужно Ивану. Я пойду, наверное, вот сюда, ребята. В лес искать пьяниц. Хех. Пока не случилась беда. Я надеюсь, мне удастся их найти живыми. Лихо ищет тебя. Да, это лихо меня достало, на самом деле. Когда у меня много невезения, оно ломает мне инструмент. Ну что, дорогие друзья. Я думаю, на этой ноте мы будем с вами завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в Ягу. Опа. Отлично. Так что все пока. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Субтитры подогнал «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Субтитры подогнал «Симон»